Малыши собирают мозаику, играют и с аппетитом обедают. В теплых вещах с заботливо подобранными мамами. Теплую атмосферу в детском садике создают воспитатели. Тепло в помещении обеспечивают отопительные приборы. Температура комфортная по существующим нормам. Подключили отопление, нам централизованы. Всегда было тепло. Температура в группах 20-22, как по САМПИНу у нас, поддерживалась. С помощью имеющихся сплит-систем и обогревателей, электрических масляных радиаторов. Вода горячая у нас тоже была, потому что во всех группах и на пищеблоке установлены электрические водонагреватели. Котельная, обеспечивающая теплом дома и социальные объекты в Киблерово, имущество Министерства обороны. Проблемы анопчан федеральное ведомство, видимо, волнует мало. Люди стали заложниками коммерческого спора двух частных организаций «Теплоэнерго» и «Реус Сочинский». Обкладываешь 2,5 литра двумя бутылками кипятком, обкладываешь, чтобы не замерзнуть за ночь. Мы в прошлом году также без воды были три месяца, и в этом году горячей воды нет с августа месяца. И дали нам вчера, тепленькая бежит, а платить-то будем за горячую воду. Мы здесь брошены. Вопиющий факт. Во время подготовки к отопительному сезону и ресурсники, обслуживающие котельную компанию, о проблеме молчали. Городские власти вмешались в ситуацию, как только за помощью обратились жители Киблерово. Правовая служба помогла подготовить иск в суд, а урегулирование конфликта взял на личный контроль мэр Анапы Сергей Сергеев. Вы сделали людей, жителей и социальные объекты заложниками своих коммерческих правоотношений. Пожалуйста, цивилизованно в суде, 7-6, 7-4, 1-2, решайте. Администрация буквально посадила стороны за стол переговоров. Рабочую группу возглавила первый вице-мэр Светлана Ировая. Накануне был найден компромисс. Составлен устраивающий обе организации договор на поставку теплоэнергии. Но оставлять без контроля ситуацию городские власти не намерены. Глава Анапы Сергей Сергеев принял решение о строительстве в Киблерово муниципальной котельной. Многолетняя проблема будет решена кардинально.